Привиться в День Всероссийской акции «Ночь музеев» можно было без суеты, ожидания и длинной очереди. Мобильный пункт вакцинации развернули на улице Куйбышева, 129. Особенность фельдшерско-акушерского пункта в том, что он может приехать в любую точку города. Обычно ФАП используют для оказания медицинской помощи жителям отдаленных районов области, а теперь и для масштабной вакцинации населения. Желающим сделать прививку от коронавируса не помешала даже жаркая погода. По словам врачей, жители города и региона стали сознательнее и стремятся обезопасить себя и близких. Пришли целенаправленно. У меня сестра работает здесь. Она сказала, что тут будет прививки делать, и мы, чтобы никуда не ездить, по пути гуляя, зашли привились. У меня болела сестра, у меня болела мама. Перенесли очень тяжело. Конечно, хочется себя застраховать, уберечь. Чтобы привиться, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личности, пройти осмотр врача. Если противопоказание не выявлено, медики допускают желающего к прививке первым компонентам вакцины. ФАПа особенно выручают работающих граждан, у которых по тем или иным причинам нет времени ходить в поликлинику. Его специально поставили для людей, которые, может быть, сомневались, а надо им прививаться или нет. Думали, когда я найду время. Тут идет человек, видит, стоит вот эта прекрасная машина и говорит, ну вот на самом деле. Сам Бог, так сказать, велел мне привиться. И делает спокойно, в хорошем настроении. Его никто не заставил. Он самовольно пришел сюда и сделал эту прививку. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь, говорят медики, по-прежнему необходимо привиться людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Так можно обезопасить себя от тяжелого течения болезни и последствий инфекции. На сегодняшний день первый компонент вакцины уже получили 349 тысяч жителей региона. Более 273 тысяч сделали прививку повторно и таким образом завершили вакцинацию. По пятницам и выходные дни мобильные ФАПы обычно работают у крупных торговых центров Самары. Также записаться на прививку можно по номеру 122, позвонив в районную поликлинику или используя госуслуги. Ольга Павлова, События.